ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чалли и это продолжение пятой части урока Painville. Во время построения новых полигонов, которые Вы вытягиваете из ребер. Может возникнуть ситуация, когда Вам необходимо остановить построение первого полигона и начать строить второй. Для этого, во время его выдавливания, просто нажимаем Shift и уже тянем второй полигон. Самое крутое то, что здесь тоже работают инструменты трансформации и например, можно построить такую топологию. Далее, давайте научимся делать инцет наружу для данной поверхности. Ведь такая задача у Вас тоже может появиться. Для того, чтобы сделать инцет наружу и получить дополнительные полигоны, кликаем на любое из ребер два раза и просто двигаем мышкой. Таким образом, Вы сможете выдавить все ребра. Но сейчас выдавливание происходит хаотично, а не как с инструментом INSET. Для того, чтобы его включить, нажимаем Caps Lock и исправляем ситуацию. Также не забываем, что во время Extruder мы можем добавлять дополнительные сечения с помощью CTRL. А с помощью SHIFT Вы можете продолжить выдавливание. Единственное, будьте аккуратны с этим моментом. Да, его можно исправить с помощью специального Welда, как Вы помните. Просто увеличить манипулятор, но он не всегда помогает. Проще уже вручную Welдить определенные точки или не допускать такого пересечения ребер. Не забываем, что отмена действия создания полигонов работает только, когда Вы выходите из Draw Match Tool и нажимаете CTRL plus Z. Теперь давайте поговорим об альтернативном методе создания Bridge в тот момент, когда у Вас работает привязка по вертексам. Давайте начертим несколько гидов и теперь, если Вы хотите создать дополнительные гиды между полигонами и уже созданными вспомогательными линиями. То просто выбираем любую из этих кривых и удерживая Caps Lock нажимаем левую кнопку мыши. Таким образом, будет создано правильное соединение между всеми вертексами в данной области. Давайте еще раз повторим данное действие. Чертим нужные Вам гиды, затем выбираем любой из них, нажимаем Caps Lock и левую кнопку мыши. Но самое крутое, это не этот инструмент, а следующий, который я сейчас покажу. Допустим, Вы начертили 4 гида таким образом. Теперь, если выбрать любой из них, зажать Caps Lock и левую кнопку мыши и просто двигать ею, то Вы увидите магию, во время которой волшебным образом можно управлять количеством ребер и точек, которые создаются между этими гидами. Если удерживать Ctrl и двигать в этот момент мышкой, то Вы будете управлять количеством сечений по горизонтали, если Shift по вертикали. Caps Lock же создает сечение по обоим осям. Таким образом, можно очень быстро строить достаточно правильную топологию, зная лишь эти два инструмента. Единственный момент, который стоит учитывать, это равное количество полигонов с обоих сторон во время создания Bridge. Например, в данной ситуации мы видим неравное количество и где-то 100% будет создан треугольник. В таком случае, лучше включать привязку по ребрам и делать Extrude. Или во время привязки по вертиксам, самим решить где будет треугольник, построив определенные гиды. Как Вы уже поняли, не будет никакой магии, если у Вас неравное количество полигонов. С равным же количеством, некая магия обязательно будет присутствовать. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также, включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же, делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok